Будильник показал 2.0.0. Итак, мы начинаем свою трансляцию. Начинаем с моей Маси. Еще три. Да. Всем привет. О, сегодня у нас все быстро присоединяются. Итак, мальчики и девочки, сейчас мы начнем с нашей трансляции. Наша трансляция сегодня будет о любви, поэтому не бежайтесь. Первые минут 10 я буду болтать, не затыкаясь. Итак, поехали. Что такое любовь? По моему мнению, любовь это как привязанность одного человека к другому, чувство, которое возникает между нами. У нас сегодня будет разговор о гетеросотношениях, то есть мы исходим с того, что мужчину привлекает девушка или девушка-мужчина. Мы не говорим о любовных треугольниках, хотя они происходят достаточно часто, скрыто или явно, так или иначе, они тоже есть. Но сегодня мы говорим только об отношениях мужчины и женщины. Итак, поехали. Что у нас такое любовь? Возникли чувства вполне определенные. Многие говорят, что это высшее чувство. Высшее чувство, то есть это когда помимо определенных сексуальных, интимных отношений между нами возникает духовная близость. Я с этим очень сильно согласен. Попробуем разобрать все это глубже. Итак, что же мы видим? Мы видим биохимию. Ее нельзя отрицать, и она точно имеет место. Более того, она первична. По моему мнению, она первична. Потому что первое, что мы видим, мы видим человека. Нас что-то возбуждает. Что это? Возможно, ее улыбка, глаза, грудь, талия, попа. Может быть, ее запах. Может быть, что-то еще более глубокое, что мы не понимаем. Мы только знаем о 6-6 чувствах, а их на самом деле гораздо больше. Вот. На самом деле первична биохимия. Давайте посмотрим дальше. Возможно, нас что-то первый раз не зацепило, или это, возможно, наша давняя подруга даже. И никаких чувств у нас не возникало, может быть, со школьных времен или студенческих лет. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. У нас проходит какой-то момент времени, и мы начинаем фантазировать по этому ходу. Мы начинаем придумывать себе того человека, которого, скорее всего, нет. Но нам кажется, что он именно такой, какой мы думаем. Мы придумываем о том, насколько он интересен, умный, загадочный. Но мы начинаем фантазировать по любому поводу, эмоциональному, психологическому, духовному, эротическому. По-любому. И что же у нас происходит? Мы начинаем влюбляться в человека, и что же здесь биохимия? Здесь биохимия играет тоже очень важную роль. Также выделяется у нас тестостерон, также у нас выделяется адреналин. Мы начинаем фантазировать по этому поводу, и возникает привязанность. Но некоторые говорят, что любви вообще нет. Почему? Потому что на самом деле любовь заканчивается, как многие знают, после первого раза. Простите за циничность. Вот. Заканчивается, но... А иногда не начинается, да. Да, некоторые настолько циничны, что у них любовь даже не начинается, потому что вроде как любовь между мужчиной и женщиной, секс является кульминацией в этом плане. Но люди давно все упростили добростого физического влечения, и на этом все и закончили. Удовлетворение. Да, то есть некоторую любовь вообще ограничили. И тогда у нас выходит третье утверждение, которое сегодня было. Любовь – это ложь. Я даже поставил восклицательный знак. Потому что многие так и считают. Почему? А тут уже все на самом деле сложно. Попробуй мне прочитать вот это сообщение, которое нам девушка написала. В этом... В инстаграме. Так, в инстаграме девушка написала. Как ее зовут? Войтен Ком. Согласно определению новейшего философского словаря, любовь – это универсальная культура с субъективного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое индивидуальное избирательное и интимное чувство. Все прекрасно. Сразу это я опровергну по причине того, что фигня какая-то. А представьте себе супружескую пару, которой 70 или 80 лет. Я не отрицаю, что и в 70 и 80 лет наверняка есть секс у людей. Но интимные чувства у них давно уже пропали. Остались чувства глубоко духовной близости, внимания, поддержки, доверия. Того самого, что называется семьей, да? Когда это духовно близкий человек, совсем родной человек. Там уже нет вот этого интимного. Получается, что-то любовь по этому словарю не прокатывает. Короче, в семье важны дружеские отношения. Сейчас скоро я дойду до вас. Ребята, все буду читать, вы мне будете все рассказывать. Моя Мася, что по этому поводу думает? Потому что я когда сегодня в машине говорю, Мася, я хочу по этому поводу снять перископ и поговорить. Моя Мася сказала, слушай, ты со своей любовью, сейчас я тебе расскажу все, как оно есть на самом деле. Ну что, попробуем услышать, что говорит моя Мася по этому поводу. Давай. Ну это манил. Ты высказал про любовь, это у тебя исходя из твоего опыта, ты говоришь? Или это у тебя... Мой мыслительный процесс иногда не зависит от моего опыта. Понятно, что опыт являлся самой главной причиной, потому что опыт можно получить только на ошибках. Это уже отдельная тема передачи. Поэтому... Видишь, у меня это как мужской психотип. Завим его так. Для меня вообще любовь это была, знаешь, закрытая тема. Потому что для меня любовь это все-таки что-то святое. А так как святого ничего в жизни у меня не встречалось, поэтому я ограничила себя исключительно физическими утехами. То есть я-ка сам? Да, я-ка сам. Вот. И поэтому, ну на самом деле, если разобрать, я не верю в любовь с первого взгляда. Я не верю, что любовь может прийти быстро. Поэтому я так долго сомневалась. Нет, я чувствую-чувствовала тебя искренне. Но мозг тебе говорил иначе. Но мы уже говорили о том, что мозг это внешний анализатор, а есть глубоко интуитивные и вербальные связи, да? Интуитивно, да. У меня все говорило да, а мозг говорил нет. Но это другой вопрос. Я говорю о том, что сначала что происходит? Сначала происходит страсть. Так. В физическом уровне. Ну, то есть биохимическая структура, которая выпадает, выброс астерона, адреналина, фантазии приводит. Если у тебя с партнером вроде как все даже и хорошо получается, тебе кажется, что ты там типа влюблен и там все дела. А на самом деле что происходит? Даже если они остаются вместе, там свадьба, все дела, что происходит дальше? Так. А потом страсть-то это все проходит. И что остается? Вот любовь, она как раз таки и открывается тогда, когда уже проходит время. Когда страсти все поутихли. А вот она, оказывается, что любви нет, люди расходятся. А у кого любовь есть, это очень редко. Я, например, уже вот по нам даже сужу, и я так правильно считала, что любовь – это действительно та чистота, там нет измен. Это святое чувство. И что происходит? В любви все равное. Нет кто-то за что-то отвечает, вот как в отношениях. То есть это именно равенство в отношениях. Дальше. Это… Давай, а тут подписчики уже заслушались, хотят свое мнение повысказать. Давай. Ну, сейчас. И, в общем, любовь – это когда ты совершенствуешь друг друга. Это без измен, без всего. И на протяжении всей жизни. Это совершенство любви. Ну, это какая-то духовность. В общем, так. Понятно. Так. Мы Масю услышали. На самом деле, я почему сегодня так не уголубляюсь, и не пытаюсь с Масей спорить или насильно делать эту дискуссию, потому что будет видео, и, возможно, не одно, точнее, скорее всего, это будет не одна часть, оно будет уже на основном канале Ютуба, а этот перископ выйдет на лайв-канал, где вы сможете его увидеть потом в любое время. Так, мальчики, девочки, а теперь поехали ваше мнение по этому поводу. Я же сказал, что это будет у нас такое интерактивное шоу. Не все же согласны. Так, любовь развивается через духовность. Согласен. Я что-то такое не чувствовал. Да, многие на самом деле не чувствуют. А знаете, почему это происходит? Постараюсь сегодня все не раскрывать, чтобы на основной канал все потом попало. Открытость. Мы очень сильно отвыкли доверять кому-либо. Страна у нас такая. Привычки, обычаи, на самом деле уже какие-то больше понятия, нежели чем возможность размышлений и нормальному... Судьба их сошибить. Дело не в ошибках. Так, а что происходит в неверии? Мы все рождаемся с детьми, мы все рождаемся с улыбками, мы имеем красивые, чистые, прозрачные глаза, мы имеем настоящие наивные улыбки, мы улыбаемся, мы со всеми делимся своими радостями. И почему в какой-то момент мы начинаем закрываться? Ну, начинаем мы закрываться еще в детстве. Ладно, иначе начинает слишком много болтать. Давайте вы. Так, видели меня в криминальных новостях. Отлично, собственно, отлично. Прямо по теме, прямо боимся реакции. Боимся ли реакции? Или, может быть, мы боимся нереакции? Вы знаете, чтобы получить все, нужно отдать все. А чтобы отдать все, нужно раскрыться максимально, показать, какой вы на самом деле. А проблема в том, что очень много людей сами не знают, какие они на самом деле. Они открыли, накрыли свои какие-то маски в момент полового созревания, в момент каких-то обид, потом дальнейший образ, когда вы становитесь самостоятельным, начинаете зарабатывать деньги, вы строите тот образ, которым вы не являетесь. И вас трудно понять, вас трудно увидеть. И вокруг вас те же самые люди, которые тоже понастроили такие образы. Более того, все начинают запутываться вообще, кто в какую игру играет. Вот так обычно происходит. Люди на самом деле никогда даже не задумываются, кто ты есть на самом деле. Ты настолько, вот о чем мы с тобой говорили, что ты настолько уходишь от себя по причине какого-то опыта, не знаю, негатива, каких-то обид. И ты абсолютно уходишь от себя какой-то естественный. Да, есть такое. В отношениях это очень здорово. Спрашивают, как отделить и определить любовь от привязанности. Поймите еще одну вещь. Многие просто берут слово «любовь». И на этом ограничиваются. Все не очень так. Дело-то в другом. Любовь бывает счастливая. Любовь бывает печальная. Любовь бывает со слезами. Любовь бывает вопреки. Да, есть даже такая поговорка, что со слезами на глазах любить. Есть поговорка «любовь зла полюбишь и козла». Еще есть целая куча других поговорок, не очень даже корректных и культурных. Вот. Поэтому поэтому любовь абсолютно разная. Это вопрос, какой вы хотите и какой вы больше не хотите. Собственно, так. Что такое привязанность? Да, привязанность не имеет роль. Страхи. Страхи, да. Вот один из ребят здесь, она об этом написала. Люди боятся какого-то определенного испуга, что может получиться в конце. Люди уже привыкли, привыклись. Некоторые уже более опытные считают, что ничего, в общем, не поменяется. Простите за такую вульгарную пошлость у всех поперек не будет. Как была продольная, так и есть. Да и у мужчин тоже плюс-минус пару сантиметров туда-сюда роли не играют. Так что, по большому счету, все одно и то же. Да и в привычках бытовых все это приходит тоже к одному и тому же. Поэтому многие пытаются чего-либо не менять, не веря, что может быть что-то другое. А на самом деле есть только то, во что вы верите. Ведь в детстве девочки все верят в принца на белом коне. Да, все ждут. Да, мальчики верят в ту самую настоящую, искренне честную этому. Но потом получается, что каждый играет в свою игру и никому ничего не дает. Вот так. Так, зачем красишься? Отличный вопрос по теме, про любовь. Не заметил, мальчик или девочка написала. Если девочка еще ладно, если мальчик, то вообще убивает. Отличие для меня. Мне так нравится, а я извращаю. Изменяли тебя или нет, можно ли простить измену? Я считаю, что... Вот моя Мася говорит, что измену простить нельзя. Нет. А я говорю, что измену простить можно. Стоит вопрос. Как долго вы хотите терпеть, ради чего терпеть? И помните, что в конечном счете вы все это делаете для себя. Простив кого-то, вы прощаете его для себя, чтобы дать себе еще шанс, не ему. Тогда станет все на свои места и станет несколько проще, если вы правильно поняли, что я сказал. Так, что я ем из спортпита? О-о-о, шикарный вопрос, что я ем из спортпита. Вечером из спортпита я ем свои любимые шоколадки. Вот такие вот, квестбар. Это мои генеральные спонсоры, которые прекрасно мне их предоставляют. Компания Food Direct Asia. Вот. Так что потом смотрите внизу ссылочку. Там под видео будет. Они все вам расскажут. Там много чего вкусного, лучшие цены. Кстати, шпак 16 и у вас будет 5% скидка. Раз вы задали вопрос. Так, можно ли полюбить не потрахавшись, Сань, блин, не спи. Я не всегда успеваю считать ваши комментарии. Можно. Зачастую так и происходит. Особенно у людей достаточно романтичных и ранимых. Им больнее всего и приходится. Это я себе. Можно, да. Видите? Бывают и варианты наоборот. Когда у людей много-много раз секс. Много-много секса, а любви нету. А бывает наоборот. Секса не было, а любви много-много. Так бывает. Так, Саша Масси давно не видел вас. Спасибо. Это Ириша Трисемерки. Так. Сейчас уже чаще всего настоящей любви нет. Сейчас важен только секс для всех. Секс вообще на самом деле очень важен. И об этом мы тоже сделаем, наверное, отдельную передачу и для Перископа, и для Ютуба потом. Но это не одно и то же. Очень близкие и, возможно, незаменимые вещи. Но только люди их почему-то так разграничили, что вообще все перепуталось. Так. Так, что делать, если вроде девушке понравилось, привязался, потрахали, прошел все. Не путать верхнюю головку и нижнюю. Соответственно, это просто тестерон. Ваша перевязанность даже не успела возникнуть. Вы получили желаемое. Вы сыграли определенную психологическую игру. Добились той нужной, простите за жаргон девушки, самочки. Она вам дала. И, соответственно, вам дальше стало неинтересно. Почему женщины говорят, что в каждой женщине должен остаться секрет? Потому что для среднестатистического мужчины, когда все известно и все доступно, пропадает желание. Почему мужчинам обычно и нравятся менее доступные девушки? Потому что более доступных он уже нащелкал себе сотню другую. А вот других как-то не так. Так. Самый лучший секс с любимым человеком. Это вообще не поспоришь. Много ли я читал в детстве? Где Симонов? Почему такой вопрос? Ко мне, то, что девушки меняют свою внешность, только бы вы заметили. Здесь стоит другой вопрос. Девушка меняет свою внешность для чего? Почему-то все мужчины уверяют, что девушки одевают короткие юбки, красивые, кружевные, белые, белье, занимаются спортом, качают попу, депилируют растительность на всем теле, только чтобы понравиться мужчинам? Я сожалею, если девушки думают так же. Это мужское эго, как правило, говорит. Но многие девушки начинают действительно тоже сопутствовать и поощрять это. На самом деле я считаю, что девушка это делает, чтобы быть сексуальной и делает для себя. Собственно так. Почему у меня такой вид? Мася нравится. Что с тобой, братан? Со мной все шикарно. Так. Я не мужчина. Прекрасно. Отлично. По паспорту мужчина. Тебе на радио надо работать. Отлично. Вы работодатель? Как называется YouTube-канал? Саша Шпак. Забивайте Саша Шпак и точно меня увидите. Там меня ни с кем не пропустите. Так. Если мужчина женит в сожительство, что это? Первое. У мужчины есть страх потерять свободу, хотя ровным счетом ни хрена не меняется штамп в паспорте. Ну, если только потом не возникает финансовой проблемы, а тут уже совсем плохо думать, если ты с человеком близок, то в деньгах речи не может идти. А второй вариант, ну, соответственно, его устраивает запасной аэродром. Простите, это так. Так. В каком возрасте может появиться настоящая любовь? Настоящая любовь может появиться в 3 года, а может появиться в 103 года. Так что даже не считайте, что есть какое-то время. Поэтому. Так. У тебя губы как у девушки. Почему ты же как качок? Так. Во-первых, я не качок, не девушка, и губы у меня не оттуда. Так. Добрый вечер. У нас с мужем настоящая любовь с первого взгляда. И это классно. Мы на самом деле для этого и выходим, потому что наша пара кому-то нравится. Ну, кому-то, конечно же, не нравится. Вот, да. Ты спрашиваешь, ты педик? Смотрите на канале, там есть ответ. Вы в детстве подвергались насилию? Нет. А что, у вас есть желание по этому поводу? Так. Ты парень? Да. Расскажи, как ты стал таким эрудированным? Много получал по голове. Потом очнулся и стал эрудированным. Но, если честно, очень много думал. Мне все говорили, что я слишком много думаю. Так, что-то там было про мое первое свидание. Я, на самом деле, не успел заметить. На самом деле, вся моя личная жизнь, практически, процентов на 70 раскрыта на YouTube-канале. Там целая куча всего. Так. Палец устал нажимать сердечком, набило от души. Спасибо. Так. Если я в ВК, есть ВК. Пишите Александр Шпак. Россия. Санкт-Петербург. И тоже сразу меня увидите. Нет, там иногда попадаются фейковые страницы. Фейковые? Ну, там у меня 3200 друзей, так что смотрите. Так. По поводу чего? Мальчик уже писал по этому поводу. Если с девушкой случился секс, а желание потом к ней пропадает. Ну, так желание пропадает. Зачем путать свое желание с любовью? Желание желанием. Надо не путать это и не придумывать все того, что есть. Так. 18+, трансляции добавляйтесь. О, это кто-то себя прорекламировал. Так. Мальчики, давайте. Вопросы. Девочки. Про любовь даже ничего не спрашивают. Нет, тут кто-то уже друг с другом успевает ругаться. Дальше задает вопрос. Ты би? Нет, я не би. Как смягчить скуку о любимом человеке на расстоянии? Да никак. На самом деле это ужасно, когда любимый человек не рядом. Потому что, если вы так спокойно относитесь, к а любимому рядом нету, значит, может быть, у вас просто такая, несколько другая любовь. А я ее не очень понимаю. Как я живу с такой внешностью? Шикарно. Так. Ты гей? Нет. Почему накрашенный? Потому что не накрашенный. Я спросил. Ааа, не успеваю. Два года любили друг друга, затем как-то стало пусто. Обращайте внимание. Стало. И такая вещь бывает. У многих это происходит, потому что происходит простая обыденность. То есть я же с самого начала начал трансляцию практически с того, что приходит бытовуха. То есть вы приходите в кровать, а в кровати уже не секс, а в кровати вы спите. Вы готовите еду, точнее ты готовишь еду, он ее ест, ты приносишь в сумке, он этого не замечает. А на самом деле девушки зачастую вгоняют себя сами в эту бытовуху. Они начинают из-за любви к близкому человеку, к мужчине, делать практически все. Стирать, убирать. Потому что, ну, типа это женская доля. Или чтобы снять с него эту нагрузку. Или потому что мама так делала. А мужчина этого не ценит, потому что для него становится домхозяйка. А он не домхозяйку любит, не домработницу. Он любит красивую, сексуальную, с красивыми сиськами, с красивой попой, интересную, иногда неприступную девушку, а не та, которая, собственно, все для него делает. Вот такая вот фигня. Останек у меня вопрос. Годы жизни Пушкина. Прекрасно. Помню, что 19 век, но не больше. Какие годы? Помню, что он у нас был на Кавказской войне. Соответственно, по-моему, что-то 1850-й. Плюс-минус 20 лет туда-сюда. Так, можно консультацию? Консультацию можно. Через Евгения Хайтовича все консультации проходят. Я вас уверяю, самые шикарные. Поговорить с Александром Шпаком час по скайпу ровно 8 тысяч рублей. Сори. Так. Мася откуда родом? Мася-то откуда родом? Я не с этой планеты. Она не с этой планеты. Так, как вернуть чувства к девушке? Стойте, я вас уверяю, чувства не пропадают. Либо они глубоко запрятаны, а либо обиды уже не дают их возродить. Так что, если чувства вдруг пропали, поймите, в одну и ту же реку не вступить дважды. Чувства не вернуть. Так. Как можно мужа разжечь? Показывать ему эротику постоянно. Не знаю, эротическое белье, разговоры, фантазии, игры. Кстати, игры готовы завести и разбудить любые отношения. Так же их продолжить. Надо помнить, огонек пропадает. Как только пропадает огонек, приходит бытовуха. Бытовуха, сука, приходит ко всем. По всему, если вы хотите, чтобы все было кайфово, нужно, чтобы вся жизнь проходила через игру. Чтобы все было интересно. Уезжать в какие-то отели, делать интересные отпуски. Не забывать, что это и есть самое главное. Потому что здесь сэкономили, тут не поехали. А потом заканчивается то, ради чего вообще жили. Так. Говор не питерский, поэтому и спросила. Как можно скрыть свои чувства? А зачем скрыть свои чувства? Чтобы не было больно? Знаете, мне всегда казалось так. Пускай будет больно, но, по крайней мере, ясно. Тогда эта дорога уже и закрылась, и ты можешь встать на новый путь. А так получается, что ничего не понятно, и еще хуже все происходит. Так, что если есть парень, ему 18, мне 16, чтобы... Хочу подождать 18. Стоит ли или нет? На самом деле, помните еще одно. Парень всегда берет, девушка всегда дает. Практически всегда так, за редким исключением. А девушки становится все меньше. Поэтому надо подумать, насколько это нужно. И вопрос стоит в том, чтобы быстрее ее лишиться. Девственности своей. Либо в том, что это действительно определенная любовь. Если вы чувствуете настоящую любовь, тогда, конечно, вообще не стоит думать о возрасте. А если какие-то другие игры-игры, значит, тут уже, может быть, и не стоит. Какие игры у нас? Ну, какие у нас игры? У нас шикарные игры. Шикарные игры. Мася, мой... Разморливый. Да. Моя Мася скачивает просто гигабайты порнографии и пересылает мне. И говорит, ага, ладно, дальше я вам ничего не скажу. Так, верили в бессмертие души? Да, однозначно. Показать свою Мася, протереть камеру. Вам не камеру надо протереть, а то у меня просто там свет такой. Вот она. Вот она моя Мася. Запотела, да. А я пропустил сегодня тренировку, но ты часто пропускаешь трение. Ребята, на YouTube-канале как раз по этому поводу говорю. Часто я пропускаю трение. На самом деле все должно быть интуитивно. А тренировки пропускаются по другой причине. Смотрите на YouTube-канале. Там всего 5 минут 20 секунд. Будет интересно. Что нам еще про любовь? Давай еще про любовь. Про любовь я бы твою жену трахнул. Так. Это у вас живая орхидея? Нет. Орхидея у нас не живая. У нас такая вот декорация всего. Смотрится очень красивенько, но оно все искусственное. Так. Александра, я на вас подписался. Спасибо. Как забыть человека? Простите, скажу, циничность. Это трудно поверить, когда ты пытаешься забыть другого человека, но найти другого человека. Вот. А потом желательно не запутаться на самом деле, что вы испытывали к первому и что испытываете ко второму. Так. Александр, будут ли каникулы 3? Не в курсе. Честно говоря, не знаю. Где ты признался в любви к массе? Где? В WhatsApp-е. О, нас все равно интересно было. Так. У вас красиво-красиво. Ты психолог. Да. Приходится порой быть. Молодец. Систематично ведешь перископ. Не очень систематично. Вел бы гораздо чаще. Часто это делаю с работы. Днем сейчас есть свободное время порой между клиентами. Появилось у меня свободных 2 часа. Либо гуляю, либо сплю. Хрень происходит в том, что в нашем городе нету и интернета. Полная задница какая-то. То есть он есть... На Петроградке вообще. Да, на Петроградке вообще задница полная. Так. Ты какого года, Саня? Какого я года? Прошлого века я. Так. Кем работаю? Тренером. Мася? Милая, безумная. Да. Спасибо. Были в Питере. Это вопрос ли? Мы на самом деле и так в Санкт-Петербурге. Так что, собственно, вот так вот. Так. Все подписались на наш ПК быстро. Супруга красивая. Сейчас уже чаще всего настоящей любви нет. Секс важен только... Секс важен, важно как к этому относишься. Секс важен. Но как одна из девушек тут написала, самый лучший секс это секс с любимым человеком. Заводить разных женщин или разных мужчин не большая проблема, а заводить одного того же мужчину или женщину на протяжении долгих лет. Вот это настоящее искусство. Так. Собственно, вот. Саша, важен ли брак? Брак важен с психологической точки зрения. Для меня это, может быть, тоже такая стереотипная матрица. Для меня человек, находящийся в браке, это семья. А семья для меня самое главное, что есть. Собственно, вот так вот. Для девушек брак это определенная стабильность тоже с точки зрения семьи. А так, в общем, наверное, нет. Саня приведет снова уренго и вам. Любовь подкрепляется поступками и действиями абсолютно. Саша, детей ли хочешь? Нет, мы детей не хотим. Посоветуйте, в самую очередь, костюмчик для ролевых игр. А это кому что нравится? У вас свои. Сколько раз в 24, сколько раз в 24, что сексом заниматься? Сколько? Чем больше, тем лучше. Сейчас настоящей любви нет. Так. Саня, когда тренинг будут? Где? На канале? На канале завтра выходит, она уже отснята. На айфоне 6 норма у тебя перископ работает. Нет. Айфон 6, он лежит у Масеньки, а у меня Galaxy. Ты снимался в клипе «Руки вверх»? Нет. Я много раз написал, что Ира занимается вумбилдингом. А я не знаю, что это такое вумбилдинг. Что это такое? Так. Будет вам лет под 60, не будете жалеть о том, что нет детей. В жизни вообще ни о чем нельзя жалеть, понимаете? Если вы начинаете жалеть о чем-либо, это означает, что сознаться в том, что ты совершил неправильный поступок можно. А когда ты начинаешь жалеть, твоя жалость на самом деле начинает тебя убивать. Жить нужно будущим, мыслями о будущем, а наслаждаться настоящим. Собственно так, где-то сделал свое предложение любимое. Я же сказал, в WhatsApp я сделал. Нет, предложение. А, предложение, простите, наехал. А где я сделал тебе предложение? В Доминикане. В Доминикане. Мы с ней познакомились 13 ноября, это наша дата. 6 декабря мы уже были в Доминикане. И буквально дня через 2-3 я сделал в Масе предложение. Ну, правильно. Как вы относитесь к свиртингу? Как мы относимся? Ну, это когда при половом акте девочка начинает типа писаться, но это нифига не то, а несколько другое. А, не, мне нравится. Так, губы накачаны что ли? Ну, я же качок, поэтому он накачал на равных со шпаком будет от Кокова. Не знаю, надо у Демки спросить, не забоится ли он. Так, тебя же 2 года назад менты повязали. Не, не 2, а 6. Так, когда будет новый мейкап у Саши? Видите? Да выводим татуировку. Слушай, я думаю, что это может скорее всего осенью. Осенью. Еще разок, кажется, в тюрьме сидели? Нет. Ну, что-нибудь для начала ролевых игр, Саша, что тебе очень нравится? О, что мне очень нравится. Сейчас. Вы хотите, чтобы перископ потреснул, что ли? Так, не хотим детей уже говорили. Любимая сразу согласилась на предложение? Или думала, у меня ушла целая вечность, чтобы ее болтать. Вот, по-моему, недели 3. Вот, за эти 3 недели, в которые у меня уложилась вечность, она, конечно, согласилась сразу. Мы сразу подумали, как мы будем взываться и что мы будем делать. И, собственно, вот так вот. Так, а как быстро набрать мышечную массу? Блин, занимаюсь секосом. Честно говоря, все на канале есть, ребят, не хочу лишний раз пересказывать. Ты любишь читать, сколько читал? Читал постоянно, по 400-500 страниц каждый день. Читаю очень быстро, как и говорю, а думаю, еще быстрее. Собственно, так, где свадьба была? Свадьба была в 4-м ЗАГСе, куда нас не пустили, по причине того, что, если выглядел слишком эпатажно, нас расписали в коридоре. Но нам было, собственно, срать, потому что мы приехали на своем любимом Роудс-Ройсе с бутылочкой Дома Периньона, а через 4 часа мы укатывали в Доминикану. Поэтому мы сильно не обиделись. Так, сейчас у чаще всего настоящей любви нет. Так, ну это я уже читал. Секс-кардио для двух. Есть бревна и есть звездочки. Поэтому порой бывает для одного. Кто твой кумир в бодибилдинге, кумиров у меня нет вообще нигде и ни с чем. А, честно говоря, как и всем в старое доброе временное, по крайней мере, я начинал с Арнии. Так, это тебя повязали за продажу запрещенных препаратов? Нет. Это, наверное, был мой двойник, очень похожий на меня. Он, кстати, есть такой. Иногда даже между меня перископ ведет. Господи, может быть, не раздаяние личности. Так, ладно, мальчики, девочки. Давайте 3 минутки и будем выходить. Саша, как изменились ваши отношения после росписи? Ровным счетом никак, потому что мы все загадали заранее и привели этот план через полгода. Собственно, все было вот так. Вот материальная часть парня заработка зависит от отношений любви. На самом деле, любая психологическая, стрессовая, нервная нагрузка очень сказывается на отношениях. Чтобы их туда не пускать, нужно четко понимать, насколько открыты эти отношения, насколько вас поддерживает вторая половинка. Так, ты сейчас куда? Не очень понял вопроса. Читаешь ли книги? Не читаю. Саша Кокова уже есть перископ? Да, но он не ходит. Лена выходит у него. По-моему, Диму я не видел. Так, жена, привет. Дай привет. Она у тебя красивая. Пусть больше улыбается. Хорошо. Скажи, пара, она пустая. По жизни мне 18 лет. Все впереди. Да, все впереди. Нужно верить, не бояться падать, вставать и идти дальше. Оставаться самим собой. Начнете ломаться и меняться. Ничего хорошего из этого не выйдет. И самое главное, скажи всем, пусть верят в настоящую любовь. Да. Потому что именно вера, если не верить, как она может прийти? Нужно верить, тогда обязательно все случается. Все, мальчики, девочки. Саня, вчера тебя по телевизору видели, все, кошмар. Все, всех целуем, все, пока. Мася, помахай всем ручкой. Все, пока. Пока. А, трансляция наша не останавливается. Мася, почему мне трансляция не останавливается? Я не останавливаю. Ну, это же кошмарик какой-то. Ладно, нажмем на другую кнопочку. Вот так. У меня телефон разогрелся аж весь.